Белоки канавы. Мембрана, которая с фосфолипидом все чудесно. Канавы, как правило, есть напарник. Им никакой напарник не надо. Это фосфолипидный бислоид. Вот в этой точке стоит белок канавы. Это тоже глоба. Голова накручена достаточно хитрым образом. Допустим, это вторичная шнурка. И я из этого шнурка накручиваю глобу. Обратите внимание, что в серединке это глоба. Но в первой конформации, вне рабочей конформации, посмотрите, какое положение занял конец. Он закрыл. Да, крышечка. Закрывшая нормальное положение, не рабочее положение. Вот оно. Внутри есть канал. Но этот канал закрыт одной из петель конформации. Пройти нельзя. Сквозь этот канал может пролезть не кто угодно, а только строго определенный тип емов. Дело в том, что мембрана ем пропустит или нет? Косфолипидное чувство. Она же ем не пропускает. А клетки, цитоплазмные клетки, там внутри, ем нужно? Нужно. Как клетка регулирует получение ем? А очень просто. Если активировать отряд энергию на белок-канал, он изменит конформацию. Смотрите, что произойдет. Раз. Что с отверстиями? С отверстия открылась. И в этом случае, емные, под которые рассчитан данный канал, могут проходить по каналу. Только в отличие от насосов. В какую сторону пойдут емные? Всегда и обязательно. А мне и я хочу конкурировать. Конечно. Ведь пойдут еще в диффузию, их никто протаскивать не будет. Просто белки-каналы открывают дорогу для диффузии тех вещей, которые не пропускают основу мембраны, которые не пропускают косфолипиды. Под каждый тип ионов есть свои каналы. Отдельные каналы подъема натрия, отдельные каналы подъема магния, кальция, калия и так далее. Чем будет отличаться формы канала? Каждый тип канала пролезает только один тип герой. Очень важны протонные канала. А протонные что такое на языке химии? На языке физики это частицы, которые входят в состав атомного ядра. А на языке химии что такое протон? Вот цирк. Это геон водорода. Если вы отодрали электрон от водорода, что вы получите? Протонные каналы, так же как и протонные насосы, протонные опы, играют в биологии очень важную роль. Итак, мы с вами посмотрели вторую группу функций белка, транспортная функция. Белки контролируют весь обмен веществ между клеткой и внешне окружающей церкви. Весь активный транспорт идет с участием белков. И белки активного транспорта всегда будут работать с затратой энергии. Без затраты энергии они работать просто не будут. Спасибо. Продолжение следует...